Был ли основатель Телеграма Павел Дуров арестован во Франции по приказу правительства США, которые действовали в интересах Израиля? Это очень важный вопрос. Дуров был арестован во Франции в эти выходные, потому что, по их словам, Телеграм имеет недостаточную модерацию, и именно поэтому широко используется преступниками. Они утверждают, что Телеграм по их требованию не осуществлял цензуру и не сотрудничал с правоохранительными органами, а это означает, что Телеграм косвенно поддержал незаконную деятельность. С их точки зрения. Однако Телеграм – это единственная социальная сеть, которая не стала играть по их правилам, подвергая цензуре просочившиеся электронные письма и документы из Израиля. Израильская газета Ритц пишет, что из-за масштабного взлома Израиль пытается ввести цензуру во всем интернете. Вот история от Викиликс о том, что хакеры похищают кучу чувствительной и конфиденциальной израильской информации. Не имея возможности остановить это, Израиль фактически объявил войну целому интернету. Отчет об этом опубликовала израильская газета Гаарец. А теперь посмотрите на дату публикации – 21 августа, за несколько дней до ареста основателя Телеграма. Основная идея отчета заключается в том, что Телеграм – это место, которое Израиль не в состоянии контролировать. Там говорится о том, что вся взломанная информация теперь доступна каждому желающему в Телеграме. Здесь также говорят о том, что хакеры действовали из Ирана, но этому нет доказательств. В деталях израильская газета пишет, что иранские прокси, связанные с киберразведкой Ирана, предпринимают атаки против Израиля. Правда, они не дают этому никаких доказательств. Так что мы не знаем, кто это делает. Мы только знаем, что это люди, которые настроены против Израиля или израильского правительства. Будем иметь это в виду. Далее в статье описано то, насколько сильно Телеграм сопротивляется цензуре со стороны Израиля. Например, по требованию властей, Google и Facebook убирают страницы, если окажется, что они напрямую связаны с Хамас. Amazon может удалить сайт за размещение террористических материалов. Но вот в Телеграме контент не может быть удален с помощью таких аргументов. Только требование удалить плагиат может быть аргументом для официальных властей Израиля. Данные говорят сами за себя. Согласно официальным цифрам, предоставленным Израилем, власти направили в Facebook более 40 тысяч успешных запросов на удаление контента. Это не посты за или против Израиля. Это именно контент, который является незаконным по западным стандартам. Даже TikTok удалил 20 тысяч постов по требованию Израиля. Телеграм же удалил только 13 тысяч постов. Итак, это те социальные сети, которые делают то, что хочет Израиль. Телеграм не делает. Совпадение? Гаарец показывает, насколько израильское правительство не может контролировать Телеграм. И спустя несколько дней после этого основателя Телеграма арестовывают во Франции. И опять же, по их словам, арест случился из-за недостаточной модерации в Телеграме, что и используется преступниками. Но дело в том, что WhatsApp также широко используется преступниками. Как и Facebook, как и Twitter. Хотя власти и говорят, что следят за ними и пытаются навести порядок. Но почему же тогда основателей этих социальных сетей не арестовали, когда они прилетали в Евросоюз, в частности во Францию? Вот что говорит по этому поводу Илон Маск. В этом посте был задан вопрос, почему Марк Цукерберг не был арестован за то, что на его платформах занимаются нехорошими вещами. Илон Маск ответил, потому что он уже уступил давлению цензуры. У Инстаграма огромные проблемы с эксплуатацией детей, но никаких арестов нет, потому что Инстаграм запрещает свободу слова и дает правительству доступ к данным пользователей. Другими словами, Цукерберг играет в их игру и поэтому на воле, а вот дуров нет и поэтому в тюрьме. Вот что сказал консерватор Дэвид Сакс о причастности США к этому делу. Опять же, на данный момент это является лишь предположением, мы просто задаем вопрос, потому что время всех этих событий и высказываний подозрительно совпадает с арестом Дурова. Использование стран-союзников для обхода первой поправки – это наша новая реальность. Если что, первая поправка в Конституцию США вводит в том числе и защиту свободы слова. Является ли Франция союзником Соединенных Штатов? Да. Проявляли ли Соединенные Штаты желание контролировать Телеграм? Безусловно. Дуров сам объяснял это всего несколько недель назад, послушайте. Мы привлекали слишком много внимания со стороны ФБР и служб безопасности, куда бы мы ни приезжали в США. Приведу пример. В последний раз, когда я был в США, я взял с собой инженера, который работает на Телеграм, и была попытка тайно нанять его за моей спиной офицерами кибербезопасности или агентами, как их еще называют. Правительство США должно нанимать вашего инженера? Таково мое понимание, так он мне сказал. Чтобы писать для них код или взломать Телеграм. Им было интересно узнать, какие библиотеки с открытым кодом интегрированы в приложение Телеграм. Ну, знаете, со стороны клиента. И они пытались убедить его использовать определенные инструменты с открытым исходным кодом, которые он затем должен был интегрировать в код Телеграма. Которые, как я понимаю, служили бы бэкдорами. Они бы позволили правительству США шпионить за людьми, которые используют Телеграм? Правительству США, а может и другому правительству. Потому что бэкдор есть бэкдор, независимо от того, кто его использует. Это немного удивительно слышать и даже оскорбительно. Вы уверены, что это произошло? Да, у моего инженера нет причин выдумывать эти истории. Кроме того, я лично испытывал подобное давление в США. Всякий раз, когда я туда отправлялся, в аэропорту меня встречало два агента ФБР. И задавали вопросы. Однажды я завтракал в 9 утра, и ФБР явились в мой дом, который я арендовал. И это было очень удивительно. Я подумал, знаете, мы привлекаем к себе слишком много внимания. Возможно, это не самая лучшая обстановка для работы. Но почему они заявились? Вы совершили преступление? Нет, они хотели узнать больше о Телеграме. Они знали, что я покинул Россию. Они знали, что мы делаем. Но им нужны были подробности. Насколько я понимаю, они хотели установить отношения, чтобы в какой-то мере лучше контролировать Телеграм. Я понимаю, что они выполняют свою работу. Просто для нас, управляющих социальной медиаплатформой, ориентированной на конфиденциальность, это, вероятно, была не самая лучшая среда для этого. Мы хотим быть сосредоточены на том, что мы делаем, а не на отношениях с правительством. Хотите пример того, как правительству нужны отношения с социальными сетями? Это заявление руководителя Твиттера, еще не Илона Маска, датированное декабрем 2020 года. Здесь он признается, что еженедельно встречался с директором Национальной разведки Министерства внутренней безопасности, ФБР и коллегами по отрасли. Он признает еженедельные встречи. Так что мы знаем, что Соединенные Штаты хотят наладить подобные отношения с руководителями социальных медиасетей. А если им это не удается, что ж, тогда мы видим такие ситуации, как с Павлом Дуровым. Так будет ли правительство США делать это от имени Израиля, когда похоже, что они сами довольно мотивированы для того, чтобы это сделать? Это риторический вопрос. Стоит отметить, что Дуров родился в России, но у него есть французское гражданство. Россия пытается получить ответы на вопросы о том, почему Франция задерживает одного из них, но Франция отвечает, цитата, «Мы не должны отвечать перед вами, потому что у него французское гражданство». По данным New York Post, Дуров покинул Россию в 2014 году, потому что отказался передать зашифрованные данные пользователей российским чиновникам. А затем в 2024 он был арестован в стране Евросоюза. Иронично. Президент Франции Макрон говорит, что это просто обычные судебные дела, никаких политических решений, дальше все зависит от судьи. Сам Евросоюз вообще отсторонился и заявил, «Да, извините, но мы не комментируем отдельные случаи или текущие расследования. Это вопросы к соответствующему государству-члену». Энд Волкнес пишет, «Великобритания арестовывает граждан за мемы. Франция арестовывает основателя Телеграма. Ирландия пытается запретить злые мемы. Бразилия вынуждает Твиттер уйти из страны. Евросоюз шантажирует Илона Маска. Соединенные Штаты, Министерство юстиции сажает в тюрьму человека за мем. В Колумбии блокируют Твиттер. Свобода слова находится под атакой по всему миру. И сейчас самое время бороться. Ведь если они победят, пути назад не будет. Мы будем жить в новом мире. В мире цифровых валют центральных банков». Эдвард Сноуден предупреждает, «Сначала они пришли за ТикТоком, и я не высказался, потому что мне не 12 лет. Потом они пришли за Телеграмом, и я не стал говорить, потому что пользовался каким-то другим приложением. Потом они пришли буквально за каждой платформой, и я не высказался, потому что уже негде высказываться». Вот в чем суть. Проснитесь. Те, кто проснулся, уже давно сложили 2 плюс 2. Интернет, который мы сегодня знаем, по-другому называется Web2.0. Это централизованное чудовище, призванное подчинять, контролировать и затыкать. Это фиатная валюта, которую они создали, чтобы обесценивать твой труд, вергать тебя в нищету и развязывать войны. Web3.0 – это интернет будущего. Это децентрализованные финансы, криптовалюты и блокчейн. Это свобода, это мир, это благополучие, это биткоин. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok